В 89-м году я попал по распределению в Ленинград. Прошло столько времени, я никогда бы, наверное, не уехал с Республики Беларусь, если бы понимал, что будут какие-то там границы. На сегодняшний день этих границ и нет. Олег Михайлович, здравствуйте. Доброго дня. В сентябре я работала масштабная делегация Ленинградской области в Минске. Все было очень насыщенно, в том числе, конечно, и главная эта встреча с нашим президентом. Ну, это был не первый визит, и я думаю, далеко не последний. Но что вообще важно обсуждать во время таких визитов? И, может, есть уже планы на следующий раз? Вы знаете, основной партнер Ленинградской области – Республика Беларусь. Если посмотреть по итогам 2022 года, то мы выросли по отношению к 2021 году на 18%, и цифра составила ни много ни мало – 837 миллионов долларов. Причем Александр Юрьевич, Александр Григорьевич обсуждали цифру миллиард, который мы должны были дойти в 2025 год, но эту цифру мы надеемся, что в этом году мы возьмем планку. Мы достаточно плотно обсуждали вопрос взаимодействия, причем открылись новые направления. То, о чем мы раньше и речь не вели, с учетом тех санкций, которые на сегодняшний день. По стороне Беларуси мы активно получаем технику. Если посмотреть по технике, то по сравнению с предыдущим годом мы уже выросли фактически на 50%. В прошлом году там чуть более 100 единиц, в этом году уже по сельскому хозяйству отсубсидировали 139 единиц техники. Причем белорусские трактора в прошлом году было порядка 140, в этом году уже 65. И решилась номенклатура самой техники. То есть на сегодняшний день Беларусь коренным образом изменила подход к самому производству техники. Раньше мы рассматривали только трактора, сегодня и кормоуборочные, и зерноуборочные. Это навесное оборудование, которое дает возможность вводить землю в оборот. Сегодня работают машиностроения Беларуси опережающими темпами и показывают нам достойные образцы техники, которые дают нам возможность именно совместно взаимодействовать. Ленинградская область особенно важна для Беларуси именно с точки зрения логистики. Чувствуете ли вы, что увеличилась нагрузка на ваши порты со стороны Беларуси? И как оцениваете опять-таки новые проекты, железнодорожные, автомобильные? Вы знаете, то, что нагрузка увеличилась, это говорит сам по себе товарооборот, он значительно увеличился в несколько раз. При Балтийской республике, к сожалению, там показали себя с худшей стороны, не по-партнерски. Поэтому, когда там кто-то пытается закрыть, но точно обратно к ним уже не вернуться. Как только перенастроится, а он уже перенастроился, пассажиропоток, это будет происходить через Ленинградскую область. Для того, чтобы самостоятельно переваливать грузы, нужно расшивать железную дорогу, потому что грузов значительно увеличится. Поэтому я уверен, что это даст такой колоссальный импульс. Но позиция у Ленинградской области здесь такая же, как у Беларуси. Если какие-то направления закрываются сами, то в мире достаточно стран, где нам готовы сказать добро пожаловать. Поверьте, на сегодняшний день потенциал для работы или для увеличения объема – это разы, просто разы. Потому что мир ждет качественно продукт. Поэтому здесь Россия сегодня является лидером по производству зерновых. Количество земель, которые на северо-западе, да, у нас непростой климат. Но еще в 90-е годы, когда Беларусь не производила вообще фактически ни одной тонны продовольственной пшеницы, она сегодня закрывает себя продовольственной пшеницей в полном объеме. Мы сегодня, Ленинградская область в этом году получила первую продовольственную пшеницу благодаря семенам, которые привезли из Республики Беларусь. То есть даже в нашем климате появляется продовольственная пшеница. Мы находим, там замещаем тут же, и уже там войти кому-то на этот рынок будет невозможно. Потому что традиционно, ну ушел так ушел. Подводя итог уже нашего интервью, как считаете, почему сегодня нам важно держаться вместе? Мы с вами всегда держались вместе. Вот всегда держались вместе. А на сегодняшний день мы убедились, что ближе партнера, который никогда не подведет, в каких бы тяжелых ситуациях мы не находились, его нет. Эта дружба проверена годами. И последние испытания, которые мы с вами проходили, мы убедились, что друг другу, подставив руку, потя вместе, мы можем создавать хороший продукт, и становимся сильнее, и с нами считается. Поэтому у нас нет другой судьбы. Просто нет другой судьбы.